Ой, я без наушников. Третий день моих тренировок. Все неплохо, но я по-прежнему ничего не делаю из того, что я хочу сделать. Но при этом при наличии всех закачек у меня лучше идет в печах с широких ног. Ну, в общем, я продолжаю. Оставайтесь на связи. Йоу! Всем привет снова. Короче, я продолжаю свои тренировки. Хочу отметить, что я очень сильно устала. Потому что на это занятие мне приходится выделять больше, наверное, часа времени. С учетом того, что у меня есть практики, которые я веду, я просто иногда с таким крепком, короче, хожу. Можно было бы делать это чаще, именно вот эту тренировку со спичагами. Но, если честно, у меня порой не остается сил. В общем, что я хочу вам сказать. У меня сейчас уже пятое или шестое занятие было. То есть я озвучиваю этот видос позже, чем он произошел. Значит, такие у меня советы мне раздавали. Я уже говорила об этом в каком-то из видео. В общем, все свелось к тому, что я работаю с углом, с его удержанием и с его высотой. Также с обжиманиями на трицепс и с закачкой плечей с резинкой. Такой не сильной, вообще легенькая резиночка. Ну и пресс, само собой. Делаю какие-то планочки, делаю удержание, как вот сейчас, прямо на видео, в уголке. И все как бы это гоняю по кругу. А, ну также есть стойки. Стойки обязательно нарабатываю. Спичаги тоже вывожу. Иногда со стеной, иногда без стены. Смотря какое у меня настроение. У меня нету никакой определенной схемы. Сейчас вы можете наблюдать широкие отжимания. Кто-то, не помню уже, столько людей отвечало. Кто-то сказал, что нецелесообразно их делать. Потому что включаются грудные мышцы. Они тут толком не участвуют. И поэтому не надо вот так распределять нагрузку. Лучше работай над чем-то локальным. Послушала и вроде как бы этот совет оказался дельным. Вот такие истории со стульями. Как знаете, на брусьях выводят спичак с узких ног. Но это пока на мне не работает. Вообще не понимаю эту историю. Не понимаю это движение само. Вроде как бы тут у меня пресс включается. Плечи включаются. Но так, чтобы выйти, хоть куда-то вывести таз, короче, нет. Так же самое и со стулом. Вот эта история тоже не особо раздупляю. При том, что здесь таз сейчас, он выше, чем плечи. Выше? А я не могу. Вообще, ну короче, тут у меня плечи не работают. Не понимаю я. Не то, что не понимаю, они слабые. Так же немножко был у меня на какой-то тренировке утерян сам спичак. Перестала я его выводить, потому что, опять же, пользуясь советами людей. Это, кстати, профессиональные гимнасты и акробаты. Да, мне отвечали на сторис в инстаграм. Говорили, как работать с плечами. И в какой-то момент, знаете, в голове появилась такая каша, что перестал тянуться спичак, который уже вроде бы более или менее начал идти и так стабильно. То есть, когда таз поднять, когда в плечи вставить, когда опустить ноги, когда поднять ноги. Короче, все перемешалось. И усталость на это все легла. И я вообще запуталась окончательно. Ну, когда проходит время, во-первых, уходит мышечная боль, усталость. Мышцы, наверное, адаптируются к такой нагрузке. Оно немножко по-другому уже кажется. Вообще, время идет, да. Я чувствую, как угол становится немного выше. И я как будто бы могу его дольше продержать. С учетом того, что... А, еще важно, вот с кистями. Я тоже их закачиваю. Начала закачивать. У меня нету гантелек. Я беру бутылки. С бутылками делаю подкачку. Растягиваю их больше, как и плечи. Вот. Это тоже мне немножко помогает продлить вот этот сам акт стояния на руках. Потому что болеть кисти начинают. Также, допустим, беспокоит меня правый тазобедренный сустав. Да. Все делается через складку. Угол это складка плотная такая должна быть. Поднимание ног с пола, с печак. Это тоже по сути складка. И иногда меня стопорит вот эта боль в тазобедренном суставе. Вот. Я много делаю упражнялок на то, чтобы его как-то стабилизировать, чтобы он не болел. Но болит у меня из-за шпагатов, кстати. Поперечный шпагат. Все-таки, мне кажется, из-за него у меня болит. И из-за неправильных шпагатов вот этих продольных. Ну, короче, вот это меня немножко стопорит. Вот. Ну, а так, из пищевых, например, добавок мне мой мужчина, который в красных шортах. У него креатин был. Я пью креатин ложечку в день. Я, может быть, не так сильно ощущаю действия каких-то порошков. Не знаю. Но мне и на ютубе даже кто-то написал, что вот, вам нужен креатин, чтобы силушки прибавилось. Ну, в общем. Продолжаю свои эксперименты. У меня были мысли это все оставить. Но, короче, не на мой это характер. Буду продолжать делать. И рада, если вы будете оставлять. Возможно, тоже вы знаете какие-то секретики. Может, вы что-то напишите. Комментарии какие-то под видосом. Я всегда рада послушать. Все. До следующего видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...